Героиня этого видео гортензия. После предыдущих видео, когда я показывала, как высаживала гортензию металлика, получила из посылочки, что дальнейшие манипуляции с ней делала, поступил вопрос, не один, как я буду ее формировать и буду ли вообще ее формировать, и нужно ли. Да, формировать гортензию нужно, и я ее уже фактически сформировала. Но помогла мне в этом сама гортензия. Объясню почему. Почему? Сейчас спорят все, надо ли обрезать на одну почку, обрезать ли на две почки. Вы знаете, вот по собственному мнению, скажу, вам подскажет только лишь ваш опыт. Где вы живете, в каком регионе живете. Может быть, вам вообще не стоит обрезать на одну почку, так как обрезка на одну почку, она сокращает цветение, вернее, вот период зацветания гортензий. Они зацветут позже. Конечно, будут, вот сами стволики намного мощнее будут, шапки цветов крупнее, но цветение все-таки обрезка на одну почку оттягивает. И какие же не допустить ошибки, когда вы получили гортензию, тоже послушали, что нужно обрезать на одну почку, и побежали обрезать на одну почку. Вот сейчас, ой, шатаю вас, извините. Вот сейчас на примере гортензии, вот эту, вот я вам покажу. Это вот металлика, смотрите. Вот я вам показывала в предыдущем видео, что здесь вот есть почечки. Вот они, вот здесь почка, вот здесь почка. Вот начинаются отсюда первые почки. Получила я ее с проснувшимися почками, потом стали вроде бы лопаться, набухать вот эти почки, но они замерли. Видите, вот они замерли. Вот сейчас я вам тут еще покажу. Вот здесь вроде бы, вот, вот что-то зелененькое торчит, но она так и не развивается. Вот они, вот одна пара почек, первая, вот вторая пара почек. Они вроде бы есть, но вроде бы и как бы и нет. Вот, не развиваются. То есть, если бы я резанула, получив эту гортензию, вот так, на первую пару почек, а здесь уже были хорошо проснувшиеся почки дальше, скорее всего, я свою гортензию бы загубила. Как у меня произошло в прошлом году с гортензией Bonfire. Хорошо, что она была в двух экземплярах. Вот один экземпляр, я прямо вот почки вижу, обрезала на первую пару почек. Все, благополучно гортензия у меня похирила вся. А вторую гортензию я не стала обрезать вот на эти пары почек, а оставила вот эти почки, которые проснулись выше, вот как здесь. Вот, по сути, это уже сформированные гортензии. Но если присмотреться, вот видите, вот почка проснулась, но она абсолютно слабенькая. Абсолютно. То есть, можно было, конечно, обрезать ее вот так, но у меня нет уверенности, что эта почка выживет и даст мне хороший стебель из нее пойдет. Вот, что я сделала? Вот здесь шла, стебелек шел. Он шел, смотрел вот сюда внутрь. То есть, вот сейчас на примере вот этом покажу. Вот видите, вот он идет внутрь. Здесь я не удалила специально для видео. Дальше я ее удалю и поставлю на черенкование. Вот здесь я удалила ее и поставила на черенкование. Потому что вот даже вот это мешает. Видите, они смотрят как бы вот так друг к другу. Но другого выхода нет, больше у меня ничего нет. Вот вроде бы что-то есть, но пока не просыпается. Поэтому губить свою гортензию в этом году я не буду и не буду обрезать на одну почку. Хотя я тоже ратую за такую обрезку. То есть, вот здесь что у меня в итоге останется? Вот это я возьму на черенкование. У меня останется вот эти два побега. Вот на следующий год на них, из них я буду уже формировать каркас. Скелет. Хотя не исключая той возможности, что может быть проснутся и здесь почки. Если они проснутся, значит я гортензию обрежу пониже. И здесь то же самое. Вот видите, нет у меня уверенности, что нужно обрезать вот на эту почку. Вот она вот тоже почечка есть. Но как она была немножко зелененькая, показала, так она и замерла. Поэтому рисковать не буду. Опыт у меня был плохой в прошлом году с гортензией Bonfire. Гортензии дорогие. И потом еще хочется отметить тот факт, что все мы живем в разных регионах. То есть то, что подходит южным регионам, не всегда подходит мне. Я проживаю, у меня дача в Ленинградской области. И также, допустим, более северные регионы. Если вы всегда свою гортензию будете резать на одну почку, как я уже выше говорила, это будет задерживать цветение. Шапка будет мощнее, побеги будут мощнее. Но дождетесь ли вы этого цветения? Вот если вы где-то там на северах, не знаю. Поэтому всегда к обрезке гортензии нужно подходить с умом. То есть если нет такой уверенной почки, как я говорю, вот это вот у меня в лексиконе, как я называю, уверенная почка. То есть нет вот здесь внизу, вот четкой, уверенной, хорошо проснувшейся почки. Они как замерзшие. То я на одну почку никогда резать не буду. Еще раз говорю, вероятность того, что она погибнет. Я возьму почечки повыше. Лучше я на следующий год, если здесь что-то пойдет. Ну, год гортензии жизни я ей сокращу. Но зато у меня будет хорошая живая гортензия. Вот эта сейчас уйдет на черенок. Останутся у меня вот две таких штучки. Здесь вот смотрите. Здесь росла внутрь, вот так же внутрь. Я уже взяла ее на черенкование. Остаются вот эти две. Если ниже ничего не проснется, значит вот именно с этих двух на следующий год я буду делать каркас. Либо также уменьшать ей год жизни. Так что вот, надеюсь, немножко какую-то понятность я внесла. С гортензиями стоит ли сразу их обрезать на одну почку или не стоит. Вообще я приветствую вот эту обрезку на одну почку. Но тогда, когда она уместна. Но уместна она, честно сказать, не всегда. Хочу немножко рассказать все-таки, что такое в моем понимании уверенные почки, почка и неуверенная почка. И почему я так говорю и поступаю. Вот смотрите. Вот этот саженец я в том году получала из одного питомника. Вот панорама у меня. То есть здесь почки явно были хорошо набухшие. То есть я их просматривала, прощупывала. Поэтому с большой вероятностью, что все будет хорошо, со смелостью, я обрезала на одну почку. Вот видите. Вот все, они уже проклевываются, все хорошо. Так, сейчас покажу. Это мой саженец. Вот этот. Я вижу, что вот почечки, они начинают проклевываться. Но они очень слабенькие. То есть если я... Она все нормально, там корневая система. Все хорошо у нее. Если сейчас я махану на одну почку, у меня нет уверенности, что вот этот слабый саженец, он все хорошо, эти почки проснутся, он выживет. Я обрежу вот не на одну, вот она одна почка, вот вторая пара почек. Я обрежу на вторую пару почек. То есть обрезку подниму немножко. Потому что этот саженец не внушает у меня большого доверия. Так, это кто у меня? Это ванила фрайс. Дальше покажу. Вот смотрите, полярный медведь. Вот этот. Это мои уже саженцы. Вот пересаживаю из таких. Это самарская лидия. Вот это все мои, кроме вот этого. Вот я переваливала в трехлитровый контейнер. Здесь, посмотрите, две просто шикарные такие почки. Вот здесь три почки. Видите? То есть здесь я могу вот на эту высоту смело обрезать. Но если вот так, почка неуверенная. На эту высоту я резать не буду. Потому что посадочный материал очень-очень дорогой. Вот здесь то же самое. Видите? Вот они хорошо. Вот здесь пара почек проснулась. Вот здесь почка. Поэтому я обрежу вот на эту почку. То есть сейчас покажу. Обрежу вот на эту почку и выше вот этих двух почек. Это все пойдет на черенкование. Вот что я называю уверенная почка. И вот что неуверенная почка. Хотя, говорю, саженец этот живой, с ним все нормально. Какие-то у меня стояли гортензии на южной, на солнечной стороне. Поэтому просыпаются побыстрее. А какие-то гортензии у меня стояли на северной стороне. И там такие послабже саженцы. И они, конечно, просыпаются немножко помедленнее. То есть в этом году кто у меня получал уже, девочки, кому продавала, вот в таких литровых контейнерах, вот такие саженцы. Вот. За 500 рублей у меня были в литровом контейнере. С хорошей корневой системой. Вот такие. Те у меня, что в литровых контейнерах, они так и останутся. Я просто их сформирую. А те, что вот в пол-литровых контейнерах, я буду переваливать в трех-пятилитровые контейнеры. Какие-то делаю, как выставочные образцы. Вот осмокотик у меня. Этот грунт уже полностью готовый. Погода немножко не дает сегодня работать. Вчера день хороший был, солнечный, но ветер был. А сегодня ветра нет, но дождь. Вот такая у меня еще есть гортензия, которая после обрезки, когда я ее обрезала, мне она не нравилась. Она засохла. Пока я ее оставила, думаю, пойдет ли спящая почка или нет. Вот, видите, идет спящая почка. Все хорошо. То есть вот это все, сейчас она немножко подрастет. Вот это все я срежу. Это, кстати, гортензия Bonfire из питомника. Это не мой саженец. Но вот так получилось, что как-то она подзасохла. Хотя рядом все гортензии абсолютно-абсолютно здоровые. Но на мое счастье проснулась спящая почка. Рассчитывать всегда на спящие почки, вот я у себя в Ленинградской области не могу сказать, что там будет их целая куча, они проснутся. Нет, у меня были саженцы, где просыпалась эта почка. Одна или две. И были саженцы, которые так и уходили. Ничего, никаких дополнительных проснувшихся почек не было. Ох, какая прекрасная у меня петуня. Я подвожу итог к сегодняшнему видео. Не все, что говорится на ютубе, подходит вот сразу же, и что это истина в последней инстанции. Самая большая истина – это ваш личный опыт. Ваши ошибки. Только когда вы набьете ручку, будете понимать, чувствовать гортензию. Как я все время говорю, что любой саженец, его надо чувствовать, видеть и понимать. И только тогда будет все получаться. Особенно если вы получаете саженцы из питомника, такие дорогущие, как металлика. И они вот слабенькие. Иногда они очень слабенькие, особенно весенние. Поэтому можно резать на две почки. Но даже вот я вам показывал свою металлику. Там первая пара почек и вторая пара почек. Они фактически мертвые. То есть что там резать? Если я обрежу на это все, я потеряю свою гортензию. Видите, у меня там уже на третьей, на четвертой паре почек только они проснулись. И оттуда пойдет формироваться уже куст гортензии. Так что, как я говорю, я все слушаю, но подвожу уже конкретно под свои условия. И большое спасибо всем девчонкам, блогерам, которые рассказывают о своем опыте. О бесценном порой опыте. Как они что-то делают. Какие-то свои новые задумочки. Какие-то, знаете, фишечки свои раскрывают. Поэтому всем-всем прекрасных гортензий. Еще хочу сказать. Гортензия, вот помните это золотое правило. Она не любит заболоченных почв. Она любит полив частый, но она не любит стоячей воды. Вот стояние воды для гортензии абсолютно губительно. В Ленинградской области гортензию высаживаем на полное солнце. Никакой полутени, если мы хотим больших, крупных шапок красивого цветения. Да, можно высадить туда, где будет полдня солнца с самого утра. Но чтобы полдня оно там было. И не вечернее солнце, а именно вот это утреннее солнце. До сих пор я слушаю и в питомниках, и везде. Сажайте гортензию, высаживайте в полутень. Да не дождемся мы никогда цветения в полутени. Я говорю про свой регион, про Ленинградскую область. Конечно, у южан, наверное, там все это по-другому. Поэтому вот только бесценный наш личный опыт поможет нам в выращивании гортензии. Потому что почему-то я даже не понимаю, почему вот эти споры идут. Делайте так или не делайте так. А именно так правильно или вот так правильно. Правильно так, как у вас получается. Так как вы для себя смогли вырастить эту гортензию. Ваши условия позволяют делать так, и вы под них подстраиваетесь. И у вас все получается. Вот это только ваши личные идеальные условия. Личный опыт никуда не денешься. котораяしく получит ее успеш Omega. Критлав имя. Спустя. 치를 смотрите. Оroot.